Я закуску с десертом перепутал. Да, не ошибка. Радостные перспективы, по-моему, нарисовываются. Поэтому я немножко в полушутку, в полусерьез начну. Марина Валерьевна так прекрасно выступала. И такую небольшую жутку я себе позволил. Как бы не получилось так на Олимпиаде в 2014 в Сочи, что наши волонтеры выступят лучше, чем наши спортсмены. Нет, мы не готовы. Нет, но так... Мы потянем. Нет, понимаешь, такой серьезный у вас отбор с английским языком и со всеми остальными вытекающими. Пенсионеры побегут еще, ты же понимаешь. Поэтому нашему спортсмену, мне кажется, будет достаточно сложно с ними соревноваться. Ну а если серьезно говорить, хотелось бы, конечно, много сказать не про фигурное катание, но поскольку спросили про фигурное катание... Можно обо всем, Алексей. Обо всем можно, да? Ну просто про фигурное катание... В двух словах скажу, давайте все-таки про фигурное катание, потому что это же мое родное, правда. Смотрите, в одиночном катании, в мужском, к сожалению, на сегодняшний день действительно у нас ситуация очень такая напряженная, напряженная, потому что один мальчик поедет в этом году на чемпионат мира, который должен будет завоевать две путевки на то, чтобы поехали на Олимпиаду два мальчика в Сочи. Задача сложная, потому что нужно войти в десятку. Войти в десятку достаточно сложно, потому что там три японца, канадцы, европейцы и так далее. То есть там достаточно серьезный состав, и будет очень непросто. Но мы все надеемся, и наверняка Россия приложит все усилия для того, чтобы поддержать того пацана, который туда поедет. Если же это произойдет, и все будет на нашей стороне, и у нас будет две путевки, тогда будет, может быть, немножко проще. И мы надеемся, что к тому моменту уже восстановится Женя Плющенко, и мы надеемся, что восстановится Артур, кстати, Качинский, потому что это тоже наша надежда. Петербургская, потому что мы сегодня в основном говорим про петербургских спортсменов. На сегодняшний день, к сожалению, Артур не в самой хорошей своей кондиции находится. Конечно, виднее лучше всего профессору, что происходит, какие у него проблемы. Но, конечно, до Олимпиады есть еще время, и мы надеемся, что он подойдет в нормальной форме и сможет выступать хорошо. В девушках, кстати, как это ни странно, у нас всегда была более печальная ситуация, а сейчас к Олимпиаде подходит наоборот, она в более лучшей какой-то, девчонке подходит в более лучшей кондиции. И у нас в Петербурге есть Елизавета Токтамышева, которая сейчас только что, буквально накануне, в конце января, стала бронзовым призером Чемпионата Европы, выстрелила в этом сезоне Николька Суя, не моя ученица, стала шестой на Чемпионате Европы. Очень перспективная девочка, на мой взгляд, и ее нужно обязательно поддержать и дать ей возможность толчка, потому что ее нельзя ни в коем случае списывать с веществом, вплоть до того, чтобы попадать на Олимпийские игры, потому что она может. Очень жалко, что Анёна Леонова на сегодняшний день имеет двойной зачет. Уже, насколько я понимаю, второй год, да, мы ее упустили. Вот, ну, как бы на этом моменте хотелось бы немножко заострить внимание сегодняшней нашей дискуссии, наших собравшихся и представителей прессы, и всех, кто сидит за этим столом. Значит, смотрите, какое мое видение, да, вот ситуации, вот в нашем виде спорта. Мы теряем людей, мы теряем тех, мы теряем тех спортсменов реальных, которые могли бы выступать на Олимпийских играх, представляя Санкт-Петербург. Это важно. Мы теряем этих людей в Москву. Почему? Потому что мы очень много сегодня говорили о материальной базе, да, о материальной поддержке. Но мы прекрасно понимаем, что городу одному правильно сегодня, Владимир Яковлевич говорил о том, что раньше же были, слушайте, спортивные общества, труд, профсоюзы, которые поддерживали и так далее. Сегодня же этого нет. Значит, сегодня только город. Но только город один не может. Но это тяжело. Это столько видов спорта. Это мы говорим только о фигурном катании. Мы сейчас очень много говорили про биатрон. Более стабетическое. Да. Мы не говорили ни про санки, извините, ни про бомслей, ни про ш... Ну, то есть мы же много видов спорта вообще не затронули сегодня. Которые тоже достаточно, не в самом хорошем состоянии на сегодняшний день у них дела. Вот. Поэтому надо каким-то образом искать, привлекать инвестиции, привлекать спонсоров, привлекать серьезные компании, которые инвестировали бы свои какие-то, свои капиталы в спорт. Иначе мы не сможем. Это невозможно. Нам нужно очень много всего сделать. Нам нужно базы создать. Нам нужно специалистов накормить. Нам людей нужно накормить. Нам нужно их поднять. Нам нужно детский спорт поднимать. Как мы это все будем делать? То есть и... И естественно, сегодня некоторые спортсмены просто... Слушай, ну, если им платят, там, не знаю, там, 4 тысячи рублей, там, 5 тысяч рублей, допустим. Естественно, они уедут в Москву, где им предлагают 50. Но это же ясно, как дважды два. Как мы их будем удерживать? Как мы их будем удерживать? Только надеяться на то, что они, как сказать, такие благодарные, такие энтузиасты и так любят своих наставников, да, и такие патриоты, что будут поддерживать наш город. Ну, прекрасно, здорово. Но мы найдем одного из 10 таких. А 9-х мы растеряем. Траньков тренировался в Петербурге. Траньков сейчас тренируется в Москве с волосожар. Извините. Опять будет выносить медаль кому? А Траньков на сегодняшний день с волосожар. Реально рассчитывают на золото в Сочи. То есть вот такая вот картина, которая, на мой взгляд, заставляет нас очень серьезно задуматься об этом. И если мы сегодня и задумаемся, то завтра будет очень и очень все. И самое интересное, что, посмотрите, это я говорю, ну, про фигурное катание, которое, в принципе, Лена правильно говорит, надо там, чтобы люди оставались там и так далее, и так далее. Я там патриот такой сумасшедший, там все, вот там работаю, там тренирую, там молодец, красавчик, да? Ой, какой красавчик, молодец. Да не надо там жаловаться. И никто, мы не жалуемся на то, что вот у нас там что-то плохо или там совсем там в каком-то. Нет. Фигурное катание на сегодняшний день в городе не в самом плохом положении находится. Не в самом плохом. И академия в Приморском районе открыта. И какие другие открыты в других районах. И так далее. И строится что-то. То есть не самое плохое. Но нужно разбросать специалистов по разным каткам. Нужно обязательно создать здоровую конкуренцию. Это касается и города, это касается и страны. Но невозможно, чтобы в стране, там, не знаю, в фигурном катале жили только два города. Москва и Санкт-Петербург. Это невозможно. Это мы ни к чему не придем. Проходят чемпионаты России, выступают два города. Проходят первенство России военеров, выступают два города. В регионах тоже строятся катки. Строятся неплохие. Но никто не хочет туда ехать. Никто не хочет там поработать. А если бы мы создали бы условия, создавали бы для тренеров, для команд, для тренерских штабов условия. Ну, поехали бы люди. Почему не поехали? Поехали бы. Надо потерпеть. Надо дать им своих каких-то учеников с собой забрать, чтобы это не с нуля начиналось. Подтянуться какие-то детки, толковики, перспективники. Понимаешь, чтобы это все дальше как-то двигалось. Спасибо большое. Спасибо.